Это стадион Веб-Арена, улица Песчаная в Москве. И прямо сейчас фонбет Кубок России продолжается матчем ЦСКА Ростов. Команда Владимира Федотова против команды Валерия Карпина. Все это российская футбольная классика. И Карпин против Федотова. Это противостояние ведется еще с самого начала 90-х. Сергей Карасев ничего не поправляет. Ему нечего. Он один из самых известных лысых арбитров. Я думаю, многие запомнили. Угловой имени Максима Осипенко. И снова подача. И снова вот так же выскакивает на свободное пространство. Фуалий армейцы атакуют и тихонечко возвращают себе статус команды хозяев. Удар поворотом. И это очень неточно, но в то же время в такой ситуации. Какими материями руководствуются бросающие. Опасно. Удар Щетинина и в его карьере были моменты посложнее, когда он забивал. Так что здесь просто не попал по мячу, а момент ведь отличный. Похоже, что работа с Осипенко легко дается его партнерам. С ним чувствуют себя уверенно даже новые игроки. В атаке Роналда. Удар. И тороп гасит этот удар в створ у себя в перчатку. Ну и Глебова проход я бы отметил. Вот наконец-то капитан включился. Вот здесь, посмотри на скорость, увидел несколько коридоров между собой. Справа и слева у него вообще большой объем работы. Я думаю, что это как раз задание от Карпина. Глебов. Удар в ближний угол совершенно неожиданно. Глебов решил пробить. Это было смело и тороп, будь удар поточнее, мог бы испытать некоторые проблемы с тем, чтобы отразить удар в ближнюю девятку. С футболистами мимо проходили игроки команды Тудроц. А вот какой момент! Удар! Отличный момент у ЦСКА. И выскочил здесь Милан Гаич на ударную позицию. Валерий Карпин и до того, как Гаич получил мяч, подсказывал, что за спиной никого нет. И футболисты ЦСКА... Ой, извините, Ростова не разобрались. В Ахане пошел. Выступил локдаун. 3-2 тогда Ростов одержал победы. У ЦСКА еще два удаления было. Отличный момент, но это все еще... ...его неудачным финтом, чтобы поймать соперника на встречном движении. Удар от ворот в следующем тайме выполнят футболисты ЦСКА. Он пока еще привыкает к ЦСКА и теперь выходит в качестве второго нападающего в пару к Федору Чалову. Нам с Сергеем назвать составы команд уже после того, как случилось. Замена Данила бьет точно в створ. А вот тут уже мы отмечаем совсем другое начало тайма. Не такое, какое час назад подготовили для нас команды ЦСКА. Потому что там толкаются Роналдо и те, кто, возможно, хотел бы футболку Роналдо. И потом еще Сако к Игорю Дивееву. А, ну понятно, это Щетин чуть-чуть подтолкнул Сако. Дивеев и Обликов были рядышком. И в итоге и борьбу, и пространство, и время для паса. Перевод мяча направо. Внешней стороной стопы подача. Скидка на дальний угол штрафа. Вратарская из этой передачи. Удар, Чалов, пас и гол. И это не офсайт. Мяч забивает. Кто бы вы думали. Это Илья Агапов. Он не боится Роналдо. Он сам Роналдо. Две семерки, в конце концов, больше, чем одна. И он открывает счет в этом матче. Неожиданный герой появляется. Тамерлан Мусаев все это время на дальний просил мяч. И именно он скинул на Давилову. А тот дальше на Чалова. И Чалов делает голевую передачу. Возможно, конечно, Федор хотел пробить. Но, по-моему, это не получившийся удар. А вовсе не в том моменте, который на самом деле бесспорный. Давай скажем, что на матчах Кубка у нас тоже действует история с озвучкой своего решения того или иного. Поэтому, как только мы поймем, что Сергей Геннадьевич Карасев готов заговорить, мы с тобой должны быть готовы замолчать. Вот здесь, в финальной фазе, все чисто. Здесь офсайда нет. И Глебов действительно застрял. Он не забивал ни за Рубин, ни за Нефтехимик, ни за Нижний Новгород, ни даже за Спартак. Это гол. Отличное решение от Облякова. И передача за спину Мусаев. Бьет поворотом. И почти гол. Медведев покатился, выражаясь хоккейным языком, назад. И как будто потерял немножко створ. И этим пытался воспользоваться вышедший на замену Тамерлан Мусаев. К чужим воротам. И это именно он потерял мяч, между прочим. Передача. Опасный момент. Удар от Газона. Чтобы посложнее было вратарю. Ну и в этот момент на перерез бьющему бросился защитник ЦСКА. И ощущение, что футболисты Ростова просят пенальтик. Нет. Они просят хотя бы угловой, по-моему. Потому что мне показалось, Сергей Красев не увидел касания защитника. Мне показалось, как раз даже звук был слышен. Давай смотреть. Да, конечно, он вообще ничего не видел там. Но можно натренировать такой. Как бы вообще просто броситься под мяч. Передача на дальнюю. Гаич. Момент можно решить. Удар 2-0. Если не офсайт. Если не офсайт, то Мусаев забивает за ЦСКА. Опять. 84-я минута. И Ростов получает второй мяч во втором тайме. И реакцию Валерия Карпина вы видите. Конечно, мы снова увидим крупным планом Сергея Карасева. Но смотрите, сколько работы проделал Забаловный. И, конечно, Гаич. Он еще в первом тайме. Нет, не было офсайда. Он еще в первом тайме потерзал оборону Ростова. Он, скажем так, не потерзал. Он прощупал, где там тонко. Где можно, если что, порвать подача. Удар поворотом на месте тороп. Прижимается к мячу, как к родному. Сухой матч для... Время, добавленное Сергеем Карасевым, уже окончено. И он сейчас даст финальный свисток. Но перед этим зафиксирует нарушение правил. Однако свисток остается в губах. И соответствующий жест завершает игру. 2-0. ЦСКА одерживает победу над Ростовом. И все еще идет по пути РПЛ. По сложному, но пути, который дает возможность ошибиться. А вот у Ростова права на ошибку больше не будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова